Привет всем. Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на земле. Итак, события за 5 апреля. Поехали. В текущем году весеннее половодие в Саратовской области прогнозируется выше нормы. Паводкоопасными могут оказаться 23 района области – 99 населенных пунктов с населением 24 тысячи человек. В регионе готовы развернуть 152 пункта временного размещения населения на период наводнения, общей вместимостью до 37 тысяч человек. В Саратовской области уже подтоплено несколько домов. В Базар на Карабулакском районе произошло подтопление семи частных домов и четырех прилегающих участков. По данным регионального ГУ МЧС России, предположительно произошел размыв насыпи сельхозхозяйственного пруда. Эвакуировано два взрослых человека, пострадавших нет. На случай необходимости подготовлен пункт временного размещения. Снежный покров уже сошел в Ровенском, Александрово-Гайских районах. В Вольском, Базар на Карабулакском, Петровском и других районах высота снега составляет до 50 сантиметров в некоторых районах. Повышение уровня воды уже наблюдается в нескольких водоемах. Сильная пылевая буря обрушилась на Катар. Яростный ураган обрушился на северную часть Катара, разрушив и повредив дома, автомобили, выкручивав деревья и отключив электроэнергию. Поднятый ветром песок покрывает автомобили и здания, проникая внутрь помещений сквозь стыки. Видимость снизилась до нескольких метров. Перед началом шторма местные жители сообщали о нетипичной для этого времени года удушающей жаре. В воскресенье в столице Катарадохи отмечено резкое понижение температуры до 16 градусов. Видимость в городах снижена до нескольких метров. Песчаная буря вынудила Саудовскую Аравию отменить полеты. Кажданская авиация в этом регионе также снизила интенсивность перевозок. К счастью, о негативных последствиях и пострадавших информация пока не поступала. Песчаные бури возникают, как правило, когда солнце сильно нагревает песок, который в свою очередь нагревает воздух над ним. Это вызывает конвекцию или плавление воздуха. Давление воздуха приводит к изменению давления и появлению сильного ветра, который затем подхватывает и уносит песок из пустынь на большие расстояния. После сильных ливней, охвативших индонезийскую провинцию восточная Нуса-Тенгара, во многих районах произошли наводнения и обрушились оползни. На момент воскресенья 4 апреля по меньшей мере 44 человека погибли, сотни считаются пропавшими без вести. Наиболее пострадавшим от стихийных бедствий названо регенство «Восточный Флорес». Ожидается, что обильные дожди будут продолжаться в этой местности и на следующей неделе. Согласно информации Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями, оползень завалил десятки домов, несколько зданий снесено с фундаментов, повреждены дороги, а также мосты. На островах Флорес под завалами оказалось до 50 домов. Там погибло не менее 20 человек. Три тела были обнаружены в деревне Оьянг-Паянг. Два человека пропали без вести, и еще четыре получили травмы в поселке Вайбурак. На местах трагедии развернуты спасательные работы, отключение электроэнергии, перекрытые дороги и ту наступ на местность препятствуют экстренному реагированию. В городе Бима в западной части Нуса-Тенгара также произошло наводнение. Вышли из строя плотин, затопив около 10 тысяч домов. Сообщается о двух смертельных случаях, и более 10 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться. Перед очередным извержением итальянского вулкана Этна в него погрузился НЛО. Деятельность НЛО проникающих земные вулканы ранее фиксировалась на мексиканском вулкане Папокати Петель. Такое же событие было зафиксировано и на итальянском вулкане Этна как раз перед началом 17-го периода активности, сопровождавшегося извержением потоком лавы. Что за странный светящийся объект, летящий прямо в кратер вулкана всего за несколько часов до 17-го пароксизмального извержения? Специалисты охарактеризовали последнее извержение огненного вулкана как очень мощное даже по меркам Этны, потому что оно длилось значительно дольше, чем любое другое его извержение – около 12 часов фонтанов лавы и очень долгие фазы нарастания и спада. В результате весь эпизод длился почти два дня. В южном основании конуса открылся новый эффузивный выход. Извержение вулкана Этна приостановило работу аэропорта в Катании на острове Сицилия. Рейсы временно не принимаются и не отправляются. В регионе Кунини на северо-западе Намибии зафиксирован сильный подземный толчок магнитудой 5,4. Эпицентр землетрясения отмечен 76 км к северо-западу от города Хариксас с населением около 6 тысяч человек. Очаг природного катаклизма залегал на глубине 10 км. О пострадавших и разрушениях информации пока не поступало. Опасность землетрясений в Намибии классифицируется как низкая. Вероятность разрушительных подземных толчков на территории страны в ближайшие 50 лет составляет всего лишь 2%. Национальное метеорологическое управление сегодня прогнозирует умеренные и сильные дожди, грозы и порывы ветра на большей части Доминиканской республики. По этой причине провинции Пуэрто-Плато, Вальверде, Эсплайт, Сантьяго-Родригес и Сантьяго остаются в состоянии зеленой тревоги, поскольку существует вероятность затопления в низинах этой территории. По словам агентства, в течение дня дожди будут более заметными, поэтому ожидается, что во второй половине дня они будут более частыми по направлению к северу и юго-востоку. Ожидаются локальные подтопления. Из-за выхода из берегов реки Ямао в провинции Вальверде отмечены затопленные районы, а также мосты. В низменных районах отмечены затопления домов. Уровень паводка не превышал 30-40 см. Губернатор штата Флорида объявил режим чрезвычайного положения в округе Менати из-за угрозы прорыва резервуара с химикатами. Власти округа сообщили, что речь идет о резервуаре бывшего фосфатного предприятия. Из-за возможного прорыва смешанной технической воды из южного резервуара на предприятии Пайни-Пойнт власти приказали эвакуировать жителей с более чем 300 домов. Жители получили предупреждение о необходимости покинуть район. Из-за утечки было перекрыто шоссе. Ранее сообщалось, что рудник был закрыт еще в начале века, но токсическая вода не уходила. И утечка ее в местные водоемы грозила привести к светению водорослей и массовой гибели рыбы. Спустя несколько лет власти признали, что решить эту проблему они не в состоянии. Чиновники заявляют, что в резервуаре уже произошла утечка. Ее пытаются устранить, закрыв дыру камнями и другими материалами, но без успеха. Также на месте работают насосы и другая техника для откачки воды. Пока что дыра не слишком велика, но чиновники беспокоены тем, что ее отверстие станет значительным, а это приведет к загрязнению залива Тампа. В Таиланде начался сезон ливней, штормов, а также наводнений. В результате сильного дождя часть Таиланда ушла под воду. Из-за наводнения погибло три человека. Сообщения о подтоплениях начали поступать 4 апреля, после сильного дождя, который был вызван северо-восточным муссоном в области низкого давления побережья полуострова Малайзия, где с начала прошлого года от наводнения также пострадало тысячи людей. По данным Метеоргического департамента Таиланда, за сутки до 5 апреля в Яли было зарегистрировано 100 мм осадков, а в Нарадхиватте 70 мм осадков. По данным департамента предотвращения и смягчения последствий стихийных бествий Таиланда, пострадало 50 тысяч домашних хозяйств в более чем 30 округах. Из них 900 человек были вынуждены эвакуироваться. Два человека погибли в Яли и один в Сонхле, где также пострадали два человека. В некоторых районах отмечен уровень паводка до 50 см. Средняя высота паводка не превышала 30 см. Каждый год Таиланд подвержен сезонным муссоном, от которых страдают тысячи людей. Обычно сезон длится 5-6 месяцев и начинается в конце марта или в начале апреля. В Новой Шотландии и Канаде 12 тысяч предприятий и домов остались без электричества из-за ледяного дождя и сильного ветра. Предупреждения о погоде действуют на большей части территории провинции, включая Геллифакс, Ханте, Пикту и округ Виктория. Согласно карте отключения питания Новой Шотландии, большинство отключений зарегистрировано в Кейт Брейтани. По состоянию на час дня сегодня более 12 тысяч клиентов остались без электричества. Некоторые дороги размыты из-за проливного дождя и тающего снега. Власти подтвердили, что 9 дорог в этом районе уже находятся в плохом состоянии. Власти просят местных жителей быть аккуратными на дорогах и по возможности не выезжать без лишней необходимости. На большей части территории ведется оценка нанесенного ущерба, а также оказывается помощь населению. За сутки на земле произошло 116 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 6,0. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 9 странах, каких именно вы можете видеть на своих экранах. Ну и конечно же минутка позитива на канале. Национальный парк Папороа, Новая Зеландия. Национальный парк Папороа находится на северо-западе Южного острова. Он был создан в 1987 году. Его площадь составляет 306 квадратных километров. В состав территории парка входит хребет Папороа и прибрежная равнина. В этом парке под охраной такие важные объекты, как уникальные известняковые карстовые породы и леса из уникальных эндемиков. На краю Национального парка Папороа в Новой Зеландии можно увидеть причудливые скальные образования, которые напоминают стопки блинов, которые еще называют скалы блины. Так же еще есть название слоеные скалы. В парке есть несколько глубоких пещер, одна из которых является весьма популярной у туристов достопримечательностью. Большая часть территории парка засажена лесами с большим разнообразием растительности. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо вам за внимание и до завтра.